всем привет это новый обзор скетчбука для того чтобы поднять вам настроение как обычно для того чтобы вам было вдохновение для ваших рисунков и просто для того чтобы было что посмотреть когда пьете чаек можете как раз его заварить потому что сейчас будет обзор этого не это достаточно необычный скетчбук потому что в нем черная бумага и крафтовая когда крафтовые еще не дошел я его чуть-чуть заполнил как раз для обзора этот скетчбук он появлялся в одном видео на другом канале вот я не знаю еще буду вывести нет но по сути там не было обзора там просто я рисовал не а теперь давайте же сделаем на него обзор я вот так оформил обложку тут какой-то корейский мальчик опять таки не знаю просто понравилось как выглядит наверное на обложке и грибочек сайте hello kitty да фирма сама роза это украинская фирма вот вроде по качеству у них хорошие вещи но иногда бывает немножко дороговато если честно по сравнению с иностранными аналогами но в принципе качество у них хорошее то же самое могу сказать об этом скетчбуке по черной бумаге это достаточно непривычный для меня опыт рисовать на черной на темной бумаге и заполнять скетчбук тем более и должен сказать что это интересный опыт он знаете а вот я недавно заполнил заполнил полностью скетчбук театр маленьких капризов и как бы был риск что я сразу после этого не смогу ничего заполнять но поскольку мага здесь черная я сразу же начал этот блокнот заполнять оно как-то меня не знаю начала выводить что ли из какого-то ступора потому что здесь как бы это объяснить просто ты как будто экспериментируешь черной бумагой это достаточно необычно непривычно и что самое главное интересно и много удовольствия вот то есть действительно выходя за рамки какие-то заходя из зоны комфорта я получил очень интересный результат причем давайте не буду тянуть уже немножко заговорился начнем принципе на черной бумаге рисую цветными ручками может быть покажу сейчас вот таким вот ручками это какая-то фирма даже не знаю тайская японская скорее китайская тут вот такие вот иероглифы и покупал наборами если честно я не могу сказать что это за фирма я по-китайски как-то не читая не понимаю но и все ручки не цветные хорошо рисует просто идеально иногда не продаются поштучные иногда наборами но достаточно редко попадается но вот если видите нечто подобное или опять таки я вот покажу как-то это вам поможет может штрих-коду найдете сделайте скрин и по штрих-коду найдете я не знаю видно нет наверное не видно она не фокусируется так хочу что не фокусируешься сейчас я сфокусирую для вас все вот не вас штрих-код пожалуйста вот в общем такие вот справа такие вот дела значит это первый так сказать разворот либо даже сказал что это скорее форзац и я его решил не особенно оформлять каким-то сложными рисунками а просто оформить истории жила-было пальто потом его съела моль конец вот немножко оформил всякими штуками прикольными там звездочками облаками какими-то марками ну настоящие наклейки в целом такой вот форзац мне он очень нравится пожалуй он такой как бы упадящий и не обязан быть сложным но в то же время у него есть какая-то атмосфера вот следующая картинка здесь был раньше рисунок возможно вы его видите возможно нет он прозрачно вышел это еще когда я не ну раньше пробовал в этом скетчбуке потом забросил мне были два рисунка этот и на крафтовой бумаге еще один вот этот рисунок я пробовал на нем материалы всякие но этот мне не понравился тут очень нравится этот мне не понравился я решила поверх него нарисовать что-то новенькое и нарисовал человека кораблика точнее даже не давал что это человек скорее это все-таки кораблик вот и он вот так вот тишет руки возле сердца ему возможно немножко не хватает добра доброты какой-то потому что очень часто нас окружают какие-то неприятности зло боль вот а в его собственном мерке я хотелось бы наверно больше тепла и доброты вот видео свитерью а солнышко улыбается кстати тоже солнышко но я в принципе люблю рисовать солнышки звезды и такое вот оформление очень интересно я ведь недавно начал оформлять коллажами в принципе скетчбуки и оформлять коллажами черный скетчбук очень сложно потому что зачастую наклейки чтобы то не было они сильно выбиваются но в принципе можно поэкспериментировать попробовать что на вкус больше нравится и в итоге можно даже прийти к чему-то более-менее оригинальному интересному то есть главное поэкспериментировать тут потому что сразу так наверно с непривычки не выйдет вот как я рисовала белой ручкой но по-моему другой фирмы вот это это по моему сакура тоже вот такая или гелиру не знаю ну что по моему это сакура не то я покупал когда-то сакуру другая по моему ручка это в общем это белая ручка нарисована а эти цветными вот раз вот теми что я показывал вот это вот я как раз рисовал на другом канале вот эту страничку просто какой-то парень с лекопластырем на носу склончиком лягушка который говорит я лягух облака звезды и маленькое привидение и тут вот я еще потом уже после обзора когда заполнял скетчбук не обзор а тут или не знаю что-то я рисовал короче и я нарисовал вот это привидение уже когда заполнял скетчбук просто так для себя мне очень нравится как вышел целом рисунок и как калаш вышел здесь по калажу очень удачно вписались наклейки украинской художницы асенаторы вот правда они последнее время ни слуху ни духу ну понятно потому что сейчас многое происходит многие переживают так что но в целом мне нравится как она здесь писалась просто идеально хотя мне эти наклейки на этой странице и закончились может и до этого я их тратил налево и направо мне не очень нравились вот так очень интересная страничка это рандомайзер причем не совсем обычный и то есть мне захотелось сначала сделать просто какой-то простенький рисунок чтобы заполнить страницу а потом это получился рандомайзер первое то есть правило рандомайзера ты как бы закрывали глаза и тыкаешь какое-то место пальцем куда ближе туда и собственно если ты попал на рисунок то ты рисуешь что-нибудь на эту тематику если допустим на вот это то ты любые по цвету рисуешь либо на что-то что начинается на эту букву вот в принципе букв тут немного но это как бы два варианта такие да и это очень удобно когда нету идеи для рисунков то ты можешь так вот просто закрыть глаза и допустим вам вот сюда вот мне кажется что это ближе всего к зеленому росточку вот я буду рисовать растение значит или что-то вот связанное с растениями то есть тут можно на выбор вот тут значит я слушала куджаву и это была песня за двора подъезд известно под названием черный ход про черного кота я почему-то захотела нарисовать усатого человека вот и кота черного с трубкой у которой дымит вот ну и это нарисован опять же той же белой ручкой но и тут цветными и немножко звезд тоже цветными и тут надпись колонка международного публициста я эту надпись вырезал из советского журнала окно в искусство тут открытка такая вот опять-таки hello kitty какие-то бумажки наклейка с клубничкой прикольная очень нравится она здесь писалась идеально а здесь мне тоже нравится этого рисунок страничка ангел гриб с пистолетом какой-то любви тут вот тоже отлично вписалась наклейка с космонавтом и его невестой и грибочек вот ну еще такая вот такая вот страничка мне она пожалуй очень сильно нравится так дальше у нас дальше а дальше у нас такие дела снова я вот так вот сделаю я вообще люблю вот так подделать руку а потом что-то в ней рисовать или как-то оформлять это очень прикольно вот и здесь я нарисовал солнце на этот раз рисовал нет звезды далее и тут надпись прости что обманул тебя вот манекен который мернет и дышит это тоже было название в советской журнале вот что интересно достаточно а прости что обманул тебя это кстати я слушал свой даже не альбом а плейлист который я составил из альбомов небесный плейлист из музыки вот и там была вот эта вот песня она называется по-моему то ли прости то ли еще как-то ну в общем я вообще люблю свои ангельские песни они очень классные пожалуй единственное что не стыдно кому-то показать и самому послушать может не очень специфичная музыка если честно такой вот я человек а тут кота клоун похоже просто котейка клоун вот он очень такой необычный клеточка на фоне и звезды и наклейки ничего сложного то есть это даже не может быть не тогда казалось что это интересный персонаж но сейчас я в нем ничего особенного не вижу так ой это прикольно это я нарисовал свои но не свои скорее всего глаза ну что но чем-то они похожи на мои глаза вот и приклеил глаза опять таки вот это кстати глаза коперника глаза коперника такое звучит конечно но в общем это с картины коперника журнале опять-таки был в общем глаза коперника вот а здесь колыш стране библиотеки и hello kitty она всегда хорошо вписывается просто настроение это я попробовал мелки ну порисовать на черной бумаге но мне в итоге не сильно понравилось нет рисунок сам прикольный выше но я в итоге решил что нет я не буду рисовать мелками на черной бумаге но я зато приклеил сюда грибочков и страничка выглядит просто офигенно грустный клоу грустный не клоун даже а привидение он не может найти грибочки он их ищет дождик идет ищет грибочки вот когда он их найдет просто он будет счастлив наверное вот а тут ангел какой-то вот я не мой автопортрет конечно не настолько красив но очень такой вот ангел звезды и тут стихи опять такие газеты какое утро что за чудный свет как виден сад его живые связи и соловей открыто как поэт поет поет закрыв глаза экстази хочу обратить ваше внимание что на черной бумаге вот да можно было бы конечно рисовать гуашью или чем-то таким вот крим и так далее но я посчитал это не интересным потому что то есть это же черная бумага нужно как-то об это это как бы обыграть правильно вот эту черту главу как-то обыграть интересно потому что гуашь и акрил они просто закроют все и будет неинтересно вот поэтому я взял цветные ручки которые у меня были и попробовал ними прислать вышло очень прикольно и что самое интересное лично для меня было я понял что на черной бумаге очень здорово рисовать привидений ну потому что сами посудите черный это как темнота а когда рисуешь привидений как будто выглядывает из темноты как будто бы их силуэты вот это очень интересная интерпретация звезды тоже классно рисовать на черной бумаге типа ночь луна вот и звезды тоже хорошо вписывается в общем привидения и звезды это самые идеальные тематики какие-то которые хорошо вписываются в тема ну то есть и по теме и как-то сюжетно вот может быть еще есть какие-то тематики которые хорошо впишутся в черную бумагу я еще как бы не знаю не определился но привидения и звезды это прям топ можно даже создать черный блокнот какой-то скетчбук исключительно для привидений для звезд можно книжку создать в общем я я может быть и сам подумаю над этой идеей но если кому-то тоже понравились привидения и звезды на черной бумаге то я как бы специально с вами поделился если бы я был жадным и как бы закрылся себе эту идею я бы не сказала а так я вам говорю если вам нравится подобное то вы можете попробовать но принципе наверное интересно так видим дальше вот это уже по идее должен был быть мой автопортрет но мне кажется не очень удачно вышло ну какая разница вышло и вышло как вышло тут колыш вначале был просто рисунок дождя дождь вот заметьте что даже простенькие рисунки здесь смотрится так шикарно потому что это черная бумага это очень необычно смотрится дождь и тут какой-то отрывок из польской газеты уже это уже старый то есть до журнала вот тут значит грибочки грибочки какой-то пацан в шапочке и тут напись портрет художника у художника тоже есть вот этот не разворот вот это точнее даже страничка очень сильно нравится я по-моему в какой-то шорс идеях вообще я планировал снять видео об идеях для скетчбука но так получилось нет я еще наверное сниму полное видео какое-то да то есть такое длительное об идеях для скетчбука но наверное шорс я пока тоже буду снимать потому что вроде как вам заходит и вроде интересно и вроде быстро самое главное получается подсмотрел идею и может пойти себе рисовать так вот опять таки я посмотрел саму себя эту идею то есть заполнять страничку просто всем подряд что захочется я начал с руки которые полностью заклеены ликопластырями которые все прорастает цветами которые держат солнце цветок затем парень которые наполнены любви и у него грибы растут на плечах облака сыплющие сердечками на клеточку со звездами облака опять-таки со звездами звезды растения на клеточке очень в целом очень нравится разворот очень классно вышло а здесь наверное попроще и что-то подобное возможно даже у меня было но мне показалось на черной бумаге на может смотреться как-то по-другому и в принципе не ошибся это ангел который вверх ногами то есть ничего сложного на самом деле но в целом смотрится эффектно и неинтересно мне нравится и тут еще колыш такой подходящий звезды в общем так вот так нам осталось не так уж много но все равно опять-таки подсмотренная идея у меня и мне так понравилось что ну как на черной бумаге она выглядит что наверное я еще такие штуки буду делать просто тематики мне немножко ограничено и но в целом очень нравится как она смотрится во-первых тут привидение то есть эта идея заключается в том что это просто рисуешь маленькие окошки и заполняешь чем тебе захочется просто маленькими композициями мыслями какими-то так далее скетчами тут привидение с ножками звезда падающий просто звезда так уже а я понял что это эта тетрадь ручка и черниль лица вот вот такая как у меня что-то этом духе затем тут грибочек со звездами ангел на небесах где-то там солнышко другое солнышко облака привидение домик звезда и какая-то маленькая история маленький жил себе маленький маленький кто-то жил себе жил маленький кто-то полюбил а может и не любил как-то так не знаю что-то очень странное но в целом мне нравится задумка а то я всегда рисую тут скетч но можно и видеть и писать что-то тоже прикольно на самом деле вот и тут такое вот очень простое оформление другого разворота но в то же время мне нравится как оно все вписалось и как оно смотрится целом мне очень нравится как по настроению этот скетчбук он очень необычный и в нем интересно экспериментировать и самое главное не сильно страшно потому что есть какой-то элемент неожиданности и зачастую даже приятно и что самое интересное что ты экспериментируешь но ты не особенно над этим не напрягаешься эти скетчи они ну меньше минуты что ли это даст сама вот эта страничка минут пять минут от силы но меньше наверное скорее всего и заполнять все это быстро легко интересно самое главное в общем очень классно если вы не знаете что заполнять у вас арт-блог то рекомендую как раз вот сменить обстановку и попробовать черный скетчбук особенно если он у вас валяется и вы боитесь его начать заполнять то вот могу порекомендовать это очень интересный опыт знаете вот у всех художников есть черный скетчбук которым они боятся притронуться так вернемся сюда на этот блокнот тут был простой разворот на самом деле мне просто захотелось так сделать привидение которые вот просто страничка с поведениями которые проходят сквозь друг друга общается какая-то туса вот такая вот вечеринка привидений что ли вот тут такой легкий колыш со звездочками со всякими наклейками дурацкими и тут тоже колыш и моя песня который я все никак не выпущу мне нужно выпустить кучу песен или кучу песен написал понимаете и я просто забываю их выпустить они очень классно на самом деле думаю вам бы понравилось но я просто забываю их выпустить не действительно очень хорошо вышли тут песни я играл теперь на скрипке очень классно вообще очень люблю я сам переслушиваю постоянно вот тут снова такие простенькие разворот но он очень классный первое это здесь звездное небо луна вот просто страничку со звездным небом луной правда луна вышла косячная ну да какая разница уже кто же к ней придерется правильно кроме меня самого тут звезды и клейки просто наклеить потому что я могу ну что у меня есть на то возможность а тут очень классный рисунок мне он нравится я наверное хочу вот я говорила про приведение черная звездах и так далее мне так понравилась эта мысль что возможно я так и буду делать приведение вот я хочу его в комиксах как-то или книжку какую то что это очень классная мысль приведение которое ничего не понимала ноуки я его так назвал и и она действительно ничего совершенно не понимает о том что происходит объясните ему кто-нибудь что происходит в общем я себя ассоциирую с этим персонажем но надеюсь у него будут еще какие-то друзья например например кто тут мог бы быть наверное вон тут котейка он мог бы быть его другом или как-то помогать ему что-то вот этот мог бы быть он похож на персонажа этот дядечка он мог бы просто даже не знаю скорее всего это приведение даже живет у него в доме старом доме у этого деда дядюшки вот это опять таки наверное она это может быть какой-то его необычный друг не знаю тут вообще кто угодно может быть его другом или соратником но эти нет эти вряд ли это привиденческая туса очень где-то там может быть еще найдутся ему друзья но те тоже могут подойти ищем привидение друзей так и назову видео прикольно так тут значит просто наклейки которые мне нравились я подумал зачем заворачиваться просто сделаю такой разворот наклейки красивые классные почему бы нет и здесь такой вот очень красиво короче я все таки поборол свой страх и взял золотой золотую ручку я очень люблю золотые ручки именно этой марки то есть есть еще сакуры и другие но они не такие интересные то есть бывают интересные но чуть меньше нравится у этой они тонкие красивые изящные золотые линии получается и я попробовала черной бумаги и блин ну этот это еще одна это еще одна штука который точно можно делать на черной бумаге то есть кроме привидений и звезд можно еще что-то золотым например тех же ангелов или еще что-то можно даже золотой и белой брать в контракте чтобы это было как-то более интересно вот или золотой какой-то цветной но главное чтоб не яркие типа золотой и голубой к примеру это пример да не обязательно можно опять-таки золотое и белое тут еще есть серебряные ой но серебряные мне чуть меньше нравится на самом деле в принципе серебряный не люблю таких штук по-моему это с последняя страничка дает последний в общем тут самый простой разворот на свете бильз елы мыши вот это тут даже надо было написать не бильз елы мыши а страничку съели мыши в общем боль съели мыши вот звезда такая тут оформлена скотчами которых у меня теперь дофига закупился в ближайшем магазине в общем закупился этими скотчами тут оказывается в магазине в ближайшем куча такие скотчи продавалась халявных будем так говорить да и халявных я имею ввиду что они очень простенькие да вот якорьки какие-то но они идеально подходят под какие-то скетчбуки какие-то штуки и здесь я его вписал как рамку и нарисовал здесь ой я вначале хотел просто нарисовать свой автопортрет ну типа вот обычный автопортрет я сижу в кресле с чашечкой чая а потом мне захотелось еще почему-то на фоне нарисовать лес луну звезды и мне так понравилась эта мысль вот слушайте еще что можно рисовать черные скетчбуки это ночной лес это ну и ночные горы кстати тоже можно тоже интересно мышцы ночной лес ночной город точные вообще такие места то атмосферные мне кажется это очень классная идея вот так что принципе в принципе в принципе что я хочу еще рассказать что что не бойтесь наверное черный скетчбуков черных вот этих всех штук и да вот есть у вас скетчбук тетрадь и что угодно или даже бывает знаете у меня есть подобная штука сейчас покажу сейчас хочу показать наверное все таки вот что-то вроде такого тоже черная вот здесь разлиновка под дневник как будто бы или под записи какие-то ой наклейки стенозаврами я думаю потом когда у меня не будет каких-то подходящих дневников или еще что-то для записи буду использовать этот потому что мне он действительно нравится у меня есть ручки подходящие для этого они достаточно яркие хорошо видно и собственно не вижу резона это как бы как бы бояться что ли или как-то отталкивать от себя подобное но действительно очень удобно классно интересно получается можно ну это мой конечно личный стиль но можно я думаю гораздо больше интересного придумать стоит только попробовать я уверена что многие художники могли бы много чего вам интересного сделать на подобных страничках учитывая их стиль на видение и так далее просто многие люди просто боятся этого я тоже боялся но потом понял что это интересный эксперимент и он может закончиться даже более чем удачно и я скажу вам что да это очень удачная находка вот значит что я хочу сказать на этом наверное мой обзор подходит концу напишите хотели бы вы видеть продолжение нравится ли вам подобный скетчбук да вообще нравится ли вам этот скетчбук хотите вы продолжение этого ну как я называю не до обзора да потому что он не полный отзор а лишь частично в общем хотите ли вы продолжение нет нравится ли вам подобная тематика интересно ли вам эта тема с привидениями звездами и так далее вот в принципе как вы ко всему этому относитесь напишите принципе поддержите вы мое творчество если поставите лайк если вам конечно понравилось так далее если напишите комментарий связаны с этим скетчбуком и в принципе с творчеством это будет очень большая поддержка для меня я буду вам очень благодарен очень 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 благодарен вот и если вы не подписаны конечно то пожалуйста подпишитесь потому что есть какая-то несправедливость в этом мире но это если конечно вы опять таки хотите я что вас заставлять буду это глупо как-то вот а на этом у меня все спасибо большое что посмотрели со мной этот скетчбук такое внес небольшое разнообразие в нашу рутину да то есть бывает что иногда грустно иногда печально но надеюсь это все как-то подняло настроение вдохновило и как-то подбадывает нас вот подбадривает нас конечно я выразился ну ладно в общем на этом все всем спасибо большое и всем пока пока